Приветствую! В последние дни многие прям спешат высказаться по вопросам мобилизации. Это касается политиков, депутатов наших, народоизбранных. Так вот, я, вы знаете, ну не успеваю, реально не успеваешь прокомментировать все, что они говорят, да и не все хочется, потому что не все из того, что они говорят, соответствует Конституции Украины, законам Украины, а некоторые их заявления и здравому смыслу не соответствуют. Но сегодня я хочу поговорить о заявлении Вадима Ивченко, которое он дал в интервью, да, рассказывая позицию депутатского корпуса по вопросу мобилизации. И вот что он говорил, чем он запугивал по сути, а по-другому я назвать это не могу. Да, и что они говорили, что должна быть повторная идентификация человека в ТЦК и ИСП. И, конечно, здесь сразу вопрос возник у многих, а что, надо снова идти, если я на учете уже стою, если я там обновлял данные в этом году, в прошлом году. Нет, здесь сразу хочу успокоить, на сегодняшний день такой обязанности не предусмотрено, вам не нужно идти, если вы уже стоите на учете. Но что он говорит? Он говорит, что все мужчины должны будут пройти, ну, а должны будут вот это проходить, эту повторную идентификацию, это когда? Когда будет принят соответствующий закон и порядок этого всего? Пока этого еще нет. Но меня, знаете, несколько расстраивает то, что происходит, да, что по сути человека запугивают. То есть он говорит же о чем, что если ты не придешь, если ты не пройдешь повторную идентификацию, то, например, если ты находишься за границей, то мы тебе не будем предоставлять консульские услуги. А? Класс! Вообще супер! Если ты в Украине, то ты там не сможешь, может, какие-то там нотариальные услуги получить, еще какие-то услуги от государства. А если ты придешь в банк, то мы там тебя через банк заставим идентифицироваться. А если ты не захочешь, то мы тебе счета заблокируем. Просто прекрасно. Ну вот что здесь еще можно сказать? Просто прекрасно. То есть я, как законопослушный гражданин, плачу налоги государству. Да и в эти налоги, естественно, входят и, по сути, стоимость тех услуг, которые мне оказывает государство. И я вот прихожу, когда мне нужна какая-то услуга, я прихожу за этой услугой, а мне говорят ось вам. Ну это же прекрасно. Ну как по-другому назвать? Банк. А при чем здесь банк? Вообще скажите мне, пожалуйста. Банк – это гражданско-правовые отношения, это вообще другая сфера, это частная сфера. Но вы хотите меня через банк принудить к постановке на учет. Вернее, к повторному обновлению данных. И здесь возникает вопрос, ну а в чем тогда смысл вашего реестра, вот этого, который должен со всех реестров собрать данные? Зачем вы меня собираетесь еще принуждать? Ну и сама постановка вопроса мне, вот знаете, ну как человеку достаточно свободолюбивому, ну не нравится. И я понимаю, что безусловно есть соответствующая обязанность Конституции Украины, да, там защищать Украину. Безусловно, ее нужно выполнять. Есть обязанности у человека по постановке на учет. Безусловно, должен быть какой-то механизм принуждения. Но этот механизм принуждения, он уже есть. И он установлен государством в виде ответственности. А теперь наши слуги народа, да, пытаются еще что-то придумать. И придумать вот, ну, ну, ну просто то, что, то, что свидетельствует, знаете о чем? О том, что их политика провалилась. Ведь когда вы не можете с человеком поговорить, когда вы человека не можете убедить, не можете дать ему то, что ему нужно, то вы к чему прибегаете? К методам принуждения. Все. Но, друзья, почитайте книги по управлению. Вот Вадим Ивченко, например, он там проходил как раз госуправлением занимался. Есть образование. Так нужно же вспомнить, наверное, свое образование. И понять, что в первую очередь должна быть позитивная мотивация. А вопрос, а покажите мне, где за два года боевых действий мы видели позитивную мотивацию от государства. Почему нет этого? Ведь для того, чтобы человек пришел в ТЦК, мне кажется, что государство должно в первую очередь создать такие условия, при которых человек действительно будет осознавать и понимать важность этого. А потом уже для тех, кто там совсем бессознательный, создавать такие условия, при которых он вынужден будет. И опять же, что значит вынужден будет? Это вопрос ответственности. У нас есть ответственность уже. Но мы говорим, что ответственности недостаточно. Да достаточно ответственности. Просто эти механизмы у вас не работают. А почему не работают? Да потому что очень часто там сидят люди, которые не могут протокол составить правильно. Не могут постанову выписать. Не могут соблюдать права человека во время привлечения к административной ответственности. А понятно, потом адвокаты идут в суд и эти постановы отбивают. Так это же вопрос не к адвокатам. Это вопрос не к человеку. Это вопрос к тому, что вы туда посадили непрофессионалов, которые не могут постанову заполнить правильно. Которые не могут соблюсти права человека во время привлечения к административной ответственности. И в итоге вы теперь думаете, что ну понятно, у нас ничего не сработало. Мы не можем ничего предложить человеку. Мы не можем его убедить в этом. Что мы будем делать? Ну самый примитивный способ. Давайте силой заставим. Собственно говоря, что мы сейчас и делаем. За два года мы не дали полномочий ТЦК и ИСП проверять документы на законодательном уровне. И а зачем нам полномочия? А зачем нам этот законодательный уровень, когда мы скажем, да идите так-то, перекрывайте дороги, проверяйте у всех подряд. Ну классно же. Мне вообще, вы знаете, я начинаю вот потихоньку завидовать депутатам, да, поскольку получается такая интересная история, что вы можете говорить вообще все, что угодно, предлагать все, что угодно, не думая о интересах тех людей, которые вас избрали, принимать любой закон, и тебе ничего за это не будет. Ну это же классно. Вот потому что я в своей работе там, да, ты отвечаешь за каждое слово, ты знаешь, что там человек может на тебя обидеться и сказать все, ну ты мне не нравишься, я к тебе больше не приду, да. Ты можешь там сказать что-то такое, за что тебя могут привлечь к ответственности, да. Ну у нас есть уголовные статьи за высказанное, да. А вот депутатам вообще классно так быть. Ты говоришь, что хочешь, ты, безусловно, когда он это говорил, наверное, он учитывал интересы своих избирателей. Вот мне интересно, да, когда ты говоришь своему избирателю, что мы тебе банковские карточки заблокируем, пока ты не придешь в ТЦК, и у тебя выбор, ну либо ты без денег умирай с холоду, да, либо иди в ТЦК. Ну это же прекрасно, это прекрасно. Это показатель полного профессионализма тех людей, которые сейчас решают эти вопросы на глобальном уровне. И нужно здесь особенно отметить представителей же ТЦК и ЕСП, потому что, на мой взгляд, они же провалили всю мобилизационную кампанию. Потому что вы вспомните, какой был подъем вообще, энтузиазм, патриотизм людей вначале, как люди шли защищать Украину, выполнять свою обязанность, даже не думая, что это обязанность, да, не думая о том, что они выполняют обязанность. Они шли, потому что искренне в это верили. А потом начались операции бусик, и понеслось. И потом говорят, а что это люди не идут, да? Да может потому, что люди боятся зачастую туда идти. И может вот здесь что-то нужно сделать по-другому, может ТЦК нужно сделать с человеческим лицом. А кстати же вопрос мобилизации, вопрос мотивации людей, это же их вопрос. И как они его выполнили, мы прекрасно все увидели. Ну а теперь мы все сидим и ждем того законопроекта, который еще неизвестно, как будет ограничивать права человека. А то, что он будет ограничивать, ну мне кажется, уже однозначно понятно. И что с этим делать, непонятно, к сожалению. Ждем, мониторим, его обещают. Вот сегодня-завтра уже зарегистрировать в Верховной Раде. Посмотрим, что из этого получится. Друзья, если вы интересуетесь тематикой этой, подписывайтесь на мой канал. И естественно, как только законопроект будет, я сделаю большой разбор. А может, я так понимаю, там и несколько видео придется снимать, разбираясь с тем, что придумали наши депутаты. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.